Всем привет! В этом ролике вяжем джемпер для малышки 5 лет, размер 110, ширина из серии 35, длина 40 см. Вяжем из красивой нарядной пряжи Himalaya Dolphin Festival. В составе микрополиэстер и полиамид. Мой цвет 81-120, красивый серый, с нарядными твидовыми вкраплениями. Пряжа обладает светоотражающим эффектом. Мотки на 100 грамм 100 метров. Для работы рекомендуется спица номер 8, и мы будем вязать на спицах номер 8. Длиннолески у меня 40 см. На джемпер у меня ушло 2,5 метка. Пряжа очень нежная, очень приятная на ощупь. Плюш плотный, в палитре представлены яркие оттенки, в процессе эксплуатации цвет не линяет. Пряжа отлично подойдет и для вязания игрушек, и для вязания аксессуаров, и предметов одежды. Начинаем с расчетов. Из обхвата головы вычитаем 20%. Получается 40 см. Умножаем на нашу плотность. У меня в 1 см 1 петля. Соответственно набираю 40 петель, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Набираем петли обычным способом на спице с леской 40 см. Я набираю 40 петель, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание. Коса наборного ряда должна вся смотреть в центр круга и нигде не перекручиваться. Снимаем петлю с левой спицы. Накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем нашу соединительную петлю и возвращаем ее на левую спицу. Повесим маркер начала ряда. Переводим рабочую нить вперед. И все петли начинаем провязывать изнаночными. Провяжем 2 ряда изнаночными для формирования декоративного ворота. После этого необходимо распределить петли на спинку, перед и рукава. Вот наша окружность. По одной петле оставляем на регланной линии начало ряда на рукаве перед спинкой, перед регланной петлей. Всего у нас 40 петель по одной петле на регланной линии. Остается 36 петель. Делим данное количество петель на 8. Получаем 4 с остатком. То есть по 4 петли у нас пойдут на рукава. Вычитаем данные петли из оставшегося количества. 36 минус 4 петли первый рукав и второй рукав. Остается 28 петель, которые мы делим пополам на перед и спинку. По 14 петель. На спинку и на перед. По передней части выделим точки разворота для формирования ростка. Здесь мне достаточно будет выделить по 2 точки разворота. И между ними оставлю по 2 петли. От регланной линии 2 и 2. И здесь тоже от регланной линии отчитаем 2 петли и 2. При вязании ростка от начала ряда провяжем петли до первой точки разворота, делая прибавки вокруг регланных линий. Провяжем изнаночный ряд до первой точки разворот с другой стороны. Далее до второй точки разворота. И здесь. Далее будем вязать по кругу, делая прибавления вокруг регланных линий через ряд. Развесим маркеры по нашей схеме. после маркера начала ряда 1 регланная петля и 14 петель спинки 1 лицевая регланная петля и 14 лицевых петли спинки далее маркер 1 регланная петля и 4 петли рукава снова маркер 1 регланная петля и 14 петель переда маркер регланная петля и оставшиеся 4 петли рукава довязали до маркера начала ряда далее будем делать прибавление вокруг регланных линий на передней части развесим маркер разворота после регланной петли отсчитываем две петли здесь у нас первый маркер далее снова две петли 2 маркер и с другой стороны перед маркером регланной линии две петли первая точка разворота и еще две петли 2 . разворота выделены регланные петли выделены точки разворота начинаем провязывать все петли лицевыми вяжем до первого маркера разворота делая прибавки вокруг регланных линий после маркера 1 лицевая далее прибавления петли с наклоном влево накидываем протяжку чтобы не шла от себя и провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку провязываем петли спинки вяжем до маркера регланной линии дошли до маркера перед маркером прибавление петли с наклоном вправо Накидываем протяжку, чтобы нить шла в направлении на себя, провязываем скрещенную лицевую за переднюю стенку. Далее маркер, неизменная петля регланной линии и прибавка с наклоном влево. Накидываем протяжку, чтобы нить шла от себя, провязываем скрещенную лицевую за заднюю стенку. Получилась петля с наклоном влево. Такие прибавления делаем вокруг каждой регланной линии. Провязываем петли рукава и вновь у нас прибавка. Перед маркером прибавление петли с наклоном вправо, маркер, неизменная лицевая регланной линии, прибавление петли с наклоном влево. Провязываем две лицевые и мы дошли до первого маркера разворота. Разворачиваемся, маркер убираем, переснимаем петлю, прокручиваем нить таким образом, чтобы показались две стенки петли. Вяжем в обратную сторону изнаночными, в изнаночных рядах мы прибавки не делаем, вяжем до первого маркера разворота с другой стороны. Дошли до маркера, убираем его, разворачиваемся, первую петлю переснимаем, прокручиваем нить на себя, чтобы показались две стенки петли. Перед маркером прибавка с наклоном вправо, далее маркер, в лицевая, прибавка с наклоном влево. Вяжем до второго маркера разворота. На передней части нам встретится развернутая в предыдущем ряду петля, мы ее провязываем слева направо, подхватывая обе стенки. Провязываем еще две петли, мы дошли до следующего маркера разворота. Маркер убираем, разворачиваемся, переснимаем петлю и прокручиваем нить. Показались две стенки петли, вяжем в обратную сторону изнаночными. Вяжем до второго маркера разворота с другой стороны. И здесь нам тоже встретится развернутая в предыдущем ряду петля, мы ее провязываем за обе задние стенки изнаночной. Две изнаночные, маркер разворота, разворачиваемся, петлю переснимаем, прокручиваем нить на себя, чтобы показались две стенки петли. Вяжем в обратную сторону лицевыми, провязываем ряд до маркера начала ряда, делаем прибавление вокруг регланных линий. Далее будем вязать по кругу. Один ряд провязываем без прибавок, один ряд с прибавками вокруг регланных линий. Я провязываю на нужную нам длину. Ширина изделия у меня должна быть как минимум 30 см. Вы можете снять мерку с изделия, которая ребенку как раз. Соответственно, по спинке должно быть как минимум 30 петель. Я провязала 18 рядов регланной линии, на спинке 32 петли. Следующий этап отделение рукавов от тела джемпера. Провязываем петли спинки, вяжем до маркера регланной линии. Маркер убираем, провязываем петлю регланной линии. Далее у нас идут петли рукава. Переносим их на дополнительную нить при помощи иглы. Переодеваем на иглу все наши петли. Завязываем нить на узел, чтобы петли рукава никуда не делись. И воздушными петлями добираем 3 петли для подреза. Вот таким образом, накручивая нить на спицу. Первая, вторая, третья петля. Подводим петли спинки к петлям переда. Провязываем их. Вяжем до маркера регланной линии, до второго рукава. Петлю регланной линии мы тоже переносим в тело джемпера. Петли второго рукава тоже переносим на дополнительную нить при помощи иглы. Завязываем петли, чтобы никуда они у нас не убежали. И добираем 3 петли для второго подреза. Замыкаем вязание. Провязываем петли спинки лицевыми. Далее будем вязать тело джемпера по кругу на нужную длину. Я провяжу 30 см. Провязали длину по переду. Далее приступаем к удлинению спинки. Делим все петли пополам. Будем вязать укороченными рядами, удлиняя спинку. Сейчас провязываем петли спинки до маркера половины петель. Здесь у меня маркер начало ряда. Провязываем все петли до маркера. Маркер переснимаем. И после маркера провязываем еще 2 петли. Первая. Вторая. Здесь мы разворачиваемся. Петлю переснимаем. Прокручиваем нить назад, чтобы показались 2 стенки петли. Вяжем в обратную сторону изнаночными. Вяжем до маркера начала ряда. После маркера начала ряда мы провязываем 2 петли. И тоже разворачиваемся. Первую петлю переснимаем. Прокручиваем нить на себя, чтобы показались 2 стенки петли. Вяжем в обратную сторону лицевыми. Вяжем до развернутой в предыдущем ряду петли. После маркера половины петель провязываю одну лицевую. Вот моя развернутая петля. Провязываем ее слева направо, подхватывая обе стенки. Далее провязываем еще 2 лицевые. И разворачиваемся. То есть каждый шаг разворота 2 петли. Петлю переснимаем. Прокручиваем, чтобы показались 2 стенки петли. Вяжем в обратную сторону изнаночными. Вяжем до развернутой в предыдущем ряду петли. После маркера начала ряда 1 изнаночная. Вот наша развернутая петля. Подхватываем обе задние стенки. Провязываем петлю изнаночной. Провязываем еще 2 изнаночные. И разворачиваемся. Петлю переснимаем. Прокручиваем. Вяжем в обратную сторону лицевыми. До развернутой в предыдущем ряду петли. После маркера половины петель провязываю 3 лицевые. Вот моя развернутая петля. Провязывая ее лицевой, слева направо подхватываю обе стенки. Еще 2 лицевые и вновь разворачиваюсь. Всего с каждой стороны нам надо сделать по 5 точек разворота. Последняя точка разворота будет с изнаночной стороны. Разворачиваемся. Оказываемся на лицевой стороне. Петлю снимаем. Прокручиваем. И довязываем ряд до маркера начала ряда. Далее будем вязать по кругу. Все петли провязываем изнаночными. Нам надо провязать 3 ряда изнаночными. Провязали 3 ряда. Заканчиваем тело джемпера. Закрываем петли. Провязывая их лицевыми и накидывая предыдущую. Закрываем петли до конца ряда. В конце ряда нить отрезаем, вытягиваем. Вставляем оставшийся конец в иглу с широким ушком. Ищем нашу первую горизонтальную петлю закрытия. Водим иглу под обе стенки. Протягиваем рабочую нить. Далее нить вводим в середину той петли, из которой она выходит. С изнаночной стороны закрепляем. И прячем хвостик, уводя нить по задним стенкам петель. Я делаю небольшой узелок. И прячу конец нити. Удлинили спинку, обработали низ изделия. Далее переходим к рукавам. Переносим петли с дополнительной нити на спицы с леской 40 см. Нить разрезаем, вытягиваем. Нам необходимо добрать петли из сформировавшихся подрезов. Особого правила по набору данных петель нет. Главное, чтобы не было больших расстояний между ними. Если даже останутся дырочки, можно их потом затянуть при помощи обычной иглы. Я добираю 5 петель. Петли подреза выделяем маркерами. Провязываем петли рукава по кругу до набранных петель подреза. Вот мои набранные 5 петель. Первые 2 петли нам надо провязать лицевой с наклоном влево. Разворачиваем их, провязываем лицевой за задние стенки. Далее 1 лицевая и вторые 2 петли провязываем за передние стенки. Получилась петля с наклоном вправо. Убавление мы будем делать через ряд. Довязываем ряд. И еще один ряд провязываем без убавок. В следующем ряду нам надо провязать 3 петли вместе. Разворачиваем 3 петли. Возвращаем их на левую спицу. Меняем местами первую и вторую петлю, так чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем 3 петли вместе лицевой за задние стенки. Маркер начала ряда. Поместим перед данной петлей. Далее будем вязать рукав по кругу на нужную длину. Я провяжу 25 см. Провязали рукав. Далее необходимо уменьшить количество петель. Я буду вязать манжеты на носочных спицах. Манжеты вяжем тоже изнаночными петлями. Провязываем 1 изнаночную, далее 2 вместе изнаночной. Снова 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной. Навязываем таким образом ряд до конца. И далее 3 ряда провяжем изнаночными. Закрываем петли обычным способом. Провязываем петлю лицевой, накидываем предыдущую. Только здесь петли не затягивайте. Красиво замыкаем закрытие как по низу джемпера и аналогично вяжем второй рукав. Отправляем джемпер на ВТО. Стирать можно в машинке на режиме речной стирки. Сушим на горизонтальной поверхности в расправленном виде. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе. Субтитры сделал DimaTorzok